ну что всем огромный огромный привет я николай я рад приветствовать вас у себя на канале канал про парфюмерию не только все моим за юхи нам по традиции пламенный привет если вы чисто случайно что забрели подписывайтесь у меня бывает весело интересно и немножечко познавательно в частности про познавательно сегодня у нас с вами и пойдет речь потому что рассказать я хочу про новый молодой бренд под названием headspace это франция вы помните да что мне в распаковочке была дичь и вот сегодня я составил полное впечатление полную картину про данный бренд помимо одного полноценного флакона я немножечко затрону все произведения данного бренда но по большей части все потому что там есть прям вторичные не очень она в принципе не нужна для знакомства также самом конце я скажу свои самые любимые ароматы которые могу рекомендовать на тему полыни на тему горечи на тему травности поэтому присаживаться поудобнее возможно вам будет интересно на всякий случай ссылку на данную позицию я оставлю внизу в описании здесь будет мой именной промокодик который даст вам скидочку 10 процентов но мои за юхи на и так все знают ходим чекаем жалом вводим что же такое headspace почему николай ты нам его настоятельно рекомендуешь к знакомству потому что действительно вот этот аромат еще парочка меня смогли удивить смогли удивить своим звучанием а мы помним что у нас рынок в последнее время напрочь заполонен всевозможными копиями омажами и вариациями того что уже есть на рынке да здесь также в бренде вы можете встретить то что возможно вы уже обоняли но сделано это красиво сделано это хорошо давайте начнем самочасти 2022 год бренд народился на свет он там стартовал на какой-то выставке и в общем все эксперты не наши настоящие эксперты всяческие всевозможными похвальбами встречали этот бренд потому что они сказали что действительно какое-то свежая свежий взгляд на мир парфюмерии я не могу с ними не согласиться это хорошо создатель данного бренда николя шабо а если это имя вам о чем-нибудь говорит я знаю про николя шабо только одно что он свое время основал очень странный очень провокационный бренд под названием а и я к сожалению не смогу произнести у меня проблема у меня дислексия подпишу вот здесь в общем этот самый бренд на сто процентов был создан из синтетики в частности он воспевал все синтетическое посмотрите что мы сделали из неживого и как она пахнет за себя скажу я знаком по большей части совсем был знаком со всеми этими работами потому что они продавались и были представлены сетях магазинов золотое яблоко я даже приобрел один аромат под названием роз алкан но приобрел лишь по одной причине потому что его продавались за 2000 рублей да не за 12 как он только стоял на полках вот за 2000 нормально рос алкан вставали куда-нибудь сюда очень интересная минеральная холодная колкая роза звучащие не похожие на то что было на рынке я носил эту композицию но мне в ней не хватало напора мне мне не хватало мощи она с меня слетал за два часа и оставался просто такой базисный зеленый слегка розовый флёр да это не то чтобы я хотел поэтому этот флакон перекочевал успешно к маман маман тоже шибко не сильно к нему прикасается потому что но она действительно странная и также 99 процентов у этого бренда аромата ну что вы понимали там один из самых популярных ароматов он пах просто запахом выхлопную трубы от автомобиля бензином керосином какими-то газами металлом там огромное количество всевозможных вариаций из и супера с деревом и таки с металлом с каким-то чем-то неживым минеральным в общем на больших на больших любителей никто не понял этот бренд никто ошибка не гонялся за ним но но и понятно потому что но она странная но слишком концептуальной и она была слишком дорогое на тот момент потому что курс тогда был не такую сумасшедших как сейчас и в общем это все распродали возможно где-то сейчас еще есть остатки поэтому если найдете роз алкан берите смело я вам рекомендую неплохо все остальное просто ту матч и вот этот самый николя шабо решил пойти по другому пути и запустить полностью по его словам по словам маркетолога я не могу это проверить парфюмерию который состоит на 90 то и больше процентов в своем составе содержащих натуральных веществ то есть не чем вечером вот почему называется headspace опять-таки по маркетингу какой-то базисной структуре при производстве данных парфюмерных работ используется техника которая помогает получить дистиллят и который получить экстракты из тех веществ структур из которых вот при обычной технике производства душистого материала получить его невозможно так ли это не так я проверить не могу вот если среди моих зрителей есть люди которые связаны с миром парфюмерии которые хорошо отличают синтетику от натуралки засуньте жало до в сетях магазинах опять-таки молекулы и подтвердите либо опровергните то что я вам сейчас сказал мне честно понравились работы они добрые они добрые для носа по большей части в них нет современных синтетических амбродеревях которые я могу смело вычленять в них нет большого количества чего-то тут мускусного минерального и так далее и тому подобного пахнет действительно натурально пахнет действительно хорошо и давайте я собственно начну свое повествование с аромата с которым я прожил целую неделю получал от него эмоции действительно получал в принципе каждый аромат еще содержит какую-то вот конспирологическую подоплеку в частности абсент он не посвящен абсенту он не посвящен ни напитку не полыни этот аромат посвящен движению человеческого тела чтобы это не значило если вы знаете что это значит напишите в комментариях давайте сразу потеха скажу сидит полдня сидит полдня громко с меня шли фил и звучал но примерно часов 5 в принципе за 12 тысяч рублей я остался доволен меня просто манит вот этот флакон я как медик как медицинский работник не могу не восхищаться вот чем-то необычным да это вот такая вот колба вот такая лайба крышечка на магните здесь надпись headspace очень красиво все сделано огромнейшая просто такая широкая трубка но на прозрачные такого раньше не встречал и наклеечка помните я говорил что быстро запачкается до запачкается но можно протереть оказывается влажную салфетку и она потом спокойно высыхает в общем вот так же при производстве коробки опять-таки если это вам важно используется только в торсы ее вплоть до всех упаковочных материалов здесь это все и написано и потом если все можно сдать на переработку коробка абсолютно беспонтовая но благо что она твердая на нее в случае чего можно что-то положить ну что ж давайте нанесу на блоттер и начну свое повествование про эту интересную вещицу скажу сразу для большинства людей которые смотрят мой канал она нафиг не нужна потому что но она странная она не всем понравится мне показалось что бренд в принципе работает на сугубо какой-то индивидуальность в восприятии человека да по большей части все ароматы они какие-то меланхоличные они темные они серые они заставляют думать вы помните да что я люблю в парфюмерии чтобы ну я люблю естественно и громкая и стойкая шлейфа но еще я люблю вот подумать а что же такое содержится в этом парфюме и почему это так приятно пахнет зачем я взял три блутера я не знаю но видимо я могу себе это позволить что же я здесь пишу в своем склерознике при первом распыление действительно захватывает дух потому что вот мы от такого уже отвыкли это все смотрит в направлении старых работ артизана опять-таки к этому аромату я не могу подобрать никакой аналог это действительно самобытная работа да здесь есть полынь и и чувствую и такого рода полынь и такого рода фиалка который содержится я слышал ранее по большей части я слышал в какой-то вот действительно артизаналки либо в люксовых мужских произведений двухтысячных годов интересно я пишу что это необычный фужерно-акватический озоновый горький травный кожаный аромат пирамидка в принципе нетипичная до для французов обычно с такой пирамидой работают маркетологи из usa да это когда все одним сплошным текстом идет да и нету ни верха не сердце не базы и в принципе при носке этого аромата я могу подтвердить что вот кажется что ты вот только нанес и вот сейчас все эти вот травы пропадут а потом спустя 15-20 минут до при движении спустя час опять появляется то что было в старте необычный эффект я пишу что это сладкая озоновая кожа я пишу что пахнет горькой травой чтобы понимали не могу разложить его по времени потому что все это будет появляться вот сейчас есть потом нет потом опять появляется это необычно я слышу здесь зеленую кожу горькие травы я слышу анис я слышу какую-то вот интересную сладкую озоновость это интересно и более всего меня в этой композиции зацепила на блатере этого не будет на коже появляется нарцисс ни с чем не перепутаете если знаете как пахнет как на самом деле пахнет нарцисс это действительно нарцисс это действительно зеленые стебли нарциссы слегка вот с какой-то вот зименкой они влажные эти самые нарциссы они зеленые они но интересно интересно необычно самобытно на коже парфюм звучит более интересно на мой взгляд он более горький он более плотный он более какой-то телесный и вот табачная анисовая влажная пятки но то чувствуется очень и очень приятно он не обладает супер длиннющим шлейфом он не обладает вот какой-то бронебойной способностью забивать рецептор нет это парфюм вот ты его надел у тебя какой-нибудь меланхоличное настроение опять-таки серая да вот как какую-нибудь серость особенно он зайдет замечательный более чем уверен в дождливую погоду которая сейчас совсем скоро настанет и вот тогда будет красота горечь полыня перетекающая в нарцисс с небольшой земелькой потом появляется фиалка мужская уходовую такую фиалку любил свое время использовать майкл корс любил использовать нарцисса родригес и кучу кучу других люксовых брендов она не пахнет по мужские парфюм 100 процентов не секс просто она вот здесь есть интересно необычно не избитая он вроде и природный он вроде какой-то телесный он вроде и таинственный из манит себя да тебе хочется разгадывать чем же он будет пахнуть спустя еще какое-то время но про эффект того что вот что-то пропало потом снова появится будьте к этому готовы опять-таки этот парфюм я давал обонять своим знакомым да вот просто как тест какой-то сделать они говорили что он им пахнет лесом он им пахнет влажным лесом пахнет опавшими листьями да но здесь нет никаких почуль я говорю что пахнет полынью да и после того как я называл и полынью нарцисс люди действительно понимали о это был прав кто бы сомневался вот поэтому ищите нарцисс скажу сразу здесь не звучит на протяжении всего звучания он только в самом самом старте и потом вы будете слышать от него отголоски эта история больше вот про какой-то вот зеленый горький действительно табачно анисово полынный блок который постепенно начинает смягчаться который постепенно начинает набирать воздух и и в конечном итоге просто растворяется спустя шесть часов на одежде кстати он не сидит сутками такого не будет парфюм нужно будет обновлять каждый день поэтому вот такая история нанести надежду положить я знаю что такое кто-то практикует если аромат особенно бронебольный здесь так не получится это интересно держать в руках это выглядит стильно необычно но и пахнет приятно пахнет приятно я в принципе остался доволен и я своих запису личных делах пишу что вы точно должны познакомиться еще с тремя работами это мира буду вставлять картинки потому что он не пахнет корицей он не пахнет амброй он не пахнет древесиной слегка чем-то таким ладаном древесным тоже плотным темным меланхоличным приближение на что он буквально плюс-минус походит до процентов на 20-30 это тоже незаменитель это самостоятельная работа мне показалось что это смотрит все в степь сержев 40 узлов и в аромат момента от бренда mint поэтому если вы любите момента ли вы любите 40 узлов аромат мира вам обязательным за тесту по стойкостью то же самое по техническим характеристикам плюс-минус похоже дамам обязательно в этом бренде присмотреться к аромату под названием сандал потому что этот аромат меня покорил этот аромат я хочу даже больше чем миру хотя я вообще не про это он пахнет странно он пахнет необычно он пахнет также слегка меланхолично спустя время но старт это боже мой короче там ягоды там роза там шампанское там сандал вы понимаете сандал шампанское ягоды и шафран по итогу ты получаешь действительно бокал игристого ничем не перепутаете пахнет действительно шампанским а пахнет действительно алкоголем в который кинули ягоды горькие какие-нибудь да клюкву там что-нибудь еще смородину именно ягоду и все это присыпали сандалом с розой звучит безумно необычно я не могу сказать чем вдохновлялся этот бренд скорее всего есть какой-то прародители но я к сожалению в своей библиотеке на не могу ничто не ничего под этот аромат подставить очень необычно сандал обязательно за тесту и в принципе нормальная такая тубероза тубероза подойдет тем кто любит аромат от бренда eldo жасмин и сигареты там также табак тубероза именно стебли жасмин кедр и ваниль я вот это вот те работы которые я могу вам рекомендовать запомнили мира сандал и тубероза сандал всем дамам обязательно на обязательно к затесту мира и тубероза в принципе мальчиками девочкам но вот я вот взял абсент чисто на бум да еще до момента того как я с ними познакомился но принципе магазине он мне более всего понравился да когда был в ложек вот и надо было взять немножко другой аромат но я тоже доволен этим буду с удовольствием носить особенно вот под а серую какую-то осеннюю погоду и вот в заключении коли мы с вами заговорили про абсента какие ароматы я могу вам порекомендовать и каким вы можете сами лично попробовать но во первых это бренд виканты аромат и рая да там тоже не моно абсента там больше про плотность там больше про специи но тем не менее абсентом полынь там чувствуется очень-очень достоверно по стойкости к сожалению это одна из самых нестойких аромат от бренда квинта канта виканта как хотите так и называйте но стоит она не шибко дорого вы еще есть запасы в интернет магазинах поэтому смотрите чекайте но естественно если найдете на сама-то абсент хватайте берите мне кажется это самое гениальное произведение на тему полыни самое достоверное и прочтение стойкость не похоже на другие творения на сама-то но композиция сделана на мой взгляд филигранным франк бакле абсент наверное самое бюджетное то что может быть в подборке с абсентов да там абсентик он сладенький он замешан на деревяшках он замешан на каких-то специях по стойкости но часа два-три он на мне держался в принципе композиция имеет место быть абсолютно универсально но естественно куда без амуаж мемуар мэн да эта композиция не про моно абсент но полынь там тоже есть полынь там чувствуется плюс она еще замешана на специях я не очень люблю мужской мемуар я больше по женскому фанатею потому что мне вот эту вот животность плотность смоленистость нравится больше в женском произведению а так мужикам нормально и заиметь амуаж мемуар мужской и еще из последнего мною унюханного это бренд rose and rose и аромат бэль абсент в принципе чем он называется как он называется тем он и пахнет настоятельно тоже кроме дую стоит сетях по моему магазинах летуаль библиотека сцент ну в общем вот ну конечно еще есть куча куча всевозможных руссийских крафтовых брендов вот тоже в принципе можете засунуть жало наши делают не хуже на этом все я думаю с удовольствием буду носить с удовольствием по полню вот мир и сандалом точно сандал не знаю буду ли носить или нет но вот как референс за иметь имеет место быть тубероза мне конечно же тоже бы хотелось потому что на мой взгляд она сделана как-то поинтереснее что ли чем лда но опять-таки это лишь лично мое восприятие я ни к чему вас не агитирую вот миру сандал приобрету чтобы чтобы было просто потому что я хочу и плюс фур фактор классный вот если знакомы с этими работами вам есть что сказать если познакомитесь после того как посмотрите это видео магазинах оффлайн черканите мне будет интересно посчитать до штука не для всех до штука странная возможно кому-то этот абсент будет выдавать что-то рассолистое что-то опять-таки сандальные это нормально здесь фиалка такая как было раньше это уж потом после того как появился лилабо сандал 33 все и начали делать это квашеный квашеный сандальчик до который пахнет маринадом ну а так это классно это классно это травность это вот какая-то вот табачность это меланхолия это серость это какая-то вот депрессулька до драма queen просто нравится просто нравится буду носить с при великим удовольствием все мои любимые хорошие большое спасибо за уделенное время любите оберегите себя полетите классной парфюмерии применяйте мой промокодик покупайте подарки себе и близким вот каждый примененный промокодик даст вам плюс карме да а мне поможет дальше сотрудничать с интернет магазин парфюмерии косметики рандовую точку ру всем хит розом на зависть чтобы вы подавились с желчи все всех своих все горячо люблю обижаю до хруста без и обнимаю и увидимся совсем совсем еще более интересных видеороликах пока пока